Трое новых жителей контактного зоопарка приехали к нам в Ставрополе из Пензы, как и многие другие здешние обитатели по обмену. Их поменяли на краснокнижную птицу-стервятника. К новоселью долго готовились, построили просторный двухэтажный вольер с отоплением. Потому что эти тропические жители очень чувствительны к холодам. Поскольку зоопарк контактный, пообщаться с животными можно. Мы решили провести небольшой научный эксперимент. Предложить обезьянке Шизе, вот она, два вида капусты, настоящую и человеческую. От какой она откажется? Шиза, внимание! Эксперимент можно смело считать удавшимся. Настоящую капусту Шиза не взяла, а вот от денег не отказалась. Даже проверила на вкус. Вот такое вот общение, особенно по душе детишкам. Но только под присмотром родителей. Обезьяны хоть и милые, но могут и укусить. Рамина делала все очень осторожно. Все-таки обезьяну так близко видит первый раз. Мои впечатления, они как люди, и с ними можно вполне нормально разговаривать. Но у них такие же чувства. Они очень милые, умные, красивые и как люди. Макаки взрослые. Шица девочка, 8 лет. Несмотря на такую необычную кличку, самая спокойная. На Фане и Тато, мальчики, им по 10. Сотрудники зоопарка, которые ухаживают за приматами, рассказывают, у них своя иерархия, особые взаимоотношения. Мальчики любят выяснять, кто главнее и кто должен оказывать больше внимания даме. А если все же хочется поближе пообщаться с животными, делать это нужно осторожно. Хоть зоопарк у нас и контактный, но, конечно, контакт с макаками немножечко ограничен. То есть, ну, их можно там протянуть, как-то им руку. Но подходить мы не рекомендуем, потому что все-таки это обезьяна. Она может резко высунуть руку, схватить за что-то, испугать ребеночка. Ну, поэтому мы поставили такие заграждения, и можно спокойно на них смотреть, наблюдать за ними. Как показал научный эксперимент, обезьянам, если вы заходите их покормить, нужно будет предложить что-то послаще, чем капуста. Например, яблоку они точно обрадуются. Алексей Форсиков, Павел Сухарев, Информбюро.